Всем привет! Я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике. С сегодняшним рецептом я завершаю свой пасхальный кулинарный марафон. Мы с вами приготовили несколько краффинов. Краффин на квасе, куличи и холодные растойки, и венский кулич. Мы столько кулич с маком. Сегодня у нас на этот рецепт я оставила уже самый простой рецепт. Апельсиновый кулич. Очень простой в приготовлении. Мы ничего руками не будем замешивать. Нам нужен самый простой ручной миксер с насадками. Так, начнем. Все очень просто и быстро. 300 грамм просеянной муки. Здесь у меня 125 грамм теплого молока и 4 грамма сухих дрожжей. Так как мы не делаем опары. Это самый легкий рецепт куличей. Поэтому нужны хорошие дрожжи. Сухие. 1 яйцо и 70 грамм сахара. Взбиваем хорошо в пену. Желательно, чтобы сахар растворился. Выливаем к нашему тесту. Так, яйца по размеру бывают маленькие, большие. Поэтому муки 300-350 грамм. Так, и щепотка соли. Обязательно. Во всю выпечку я добавляю соль. Сладкую даже. Начинаем замешивать. И понемножку подливаем. 50 грамм растопленного сливочного масла. Это самый простой кулич. Посмотрите, мы руками даже ничего не будем замешивать. Месить, конечно, надо минут 10. Тогда именно будет нужная нам структура кулича. Так как мы с вами не делаем ни опару, ничего. Смотрите, мы должны... Вот здесь я собираю всю муку. Тесто начнет жидкое. Вы не пугайтесь. Так как мы будем выпекать формочку. Подробный рецепт у меня будет под видео. Вот видите, как тесто меняется на глаза. Не пожалейте времени. 10 минут. Вымесите хорошо это тесто. Посмотрите, оно какое становится красивое. Эластичное. Пока я замешиваю, я вам расскажу. 50 грамм у меня темного изюма. В прошлый раз я взяла вишню. Добавляем сюда 50 грамм... Сухофрукта. Это было, как называется, изюм. 50 грамм изюма. Столовая ложка хорошего коньяка или рома. Сок и цедра половины апельсина. И дала постоять часик. Вот, посмотрите на наше тесто. Тесто у нас, видите, какое оно становится? Мягкое, красивое, тягучее. Накрываем пленкой и оставляем. Вы краем глазом видите, что у меня уже есть готовое. И оставляем для подъема. Посмотрите, какое оно получилось. У меня оно простояло час. Можно немножко меньше. У меня закончилась мука, и я бегала в магазин. Поэтому у меня немножко перестояло. Но я думаю, это не так будет важно. Так, сюда мы добавляем наш изюм. И немножко перемешиваем. Если вы хотите добавить любые добавки, добавляйте на этом этапе. Изюм у нас набух. Со вкусом коньяка и апельсина. Немножко размешиваем. Все, только чтобы распределился изюм. Выпекаю я в формочках. Ну, формочки всегда такие. Невысокие. Я люблю создавать объем. Люблю, когда кулич высокий. Поэтому берем формочки наши. Пергамент. И делаем донышко. И бортики. Увеличиваем высоту. Пока я режу, у вас есть время подписаться на мой канал. С пасхальными рецептами ничего еще не у нас с вами не заканчивается. Начинается майский. Мы с вами найдем самый идеальный шашлык. Мы приготовим великолепное куриное мясо с добавлением киви. Так, я немножко смажу, чтобы нам удобно было свернуть. Также мы с вами приготовим удивительные салаты. Сворачиваем и вставляем в нашу формочку. Накрываем пленкой. И оставляем для подъема. Подъем зависит от температуры у вас помещения. Масса должна увеличиться. Вы увидите. Видите, вот так. Мы с вами увеличили высоту. Берем тесто. И выкладываем в нашу формочку. Я изюма в этот раз не пожалела. Все. И ставим на расстойку. Выпекаем при температуре 60-170 градусов. Вы же знаете, что у меня кухня волшебная. Получается вот такая красота. Рассказываю. Выпекаем 160 градусов. Первые 10 минут с паром. Для этого внизу духовки ставите противень. Вытаскиваете. И еще минут 15-20 без пара. Температура 160-170. Все. Смотрите на наш кулич. Здесь я делала, видите, не знаю, называется сакура с вишней. Готовы? Давайте мы. Люблю ломать. Смотрите, какой он красивый. Это самый простой кулич, который можно без опары. Мы даже руками не замешивали тесто. Смотрите, какая структура. Самая обыкновенная мука из АТБ. Вот видите, какой он слоистый. Какой он красивый. Я вас жду на моем канале. С куличами мы с вами пока закончили. Начинаем с салаты. Как я уже повторюсь. Найдем самый вкусный рецепт шашлыка. Если у вас есть рецепт, пишите, а я сниму видео. Мы приготовим очень много вкусных и красивых блюд. Не забывайте подписываться на мой канал. Посмотрите на этот кулич. Самый простой кулич. Апельсиновый. Всем приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok